итак добрый день сегодня мы с вами будем заниматься следующим этапом построения нашего домика который я уже достаточно давно будем расставлять основную нумерацию помещений поработаем с зонами создадим таблицу экспликации по этим зонам не расскажу что будем делать далее если вам нравятся мои видео уроки не забывайте подписываться спасибо так вот что мы с вами сделаем перейдем на план первого этажа для начала мы с вами будем определять наши зоны автоматически и сами зоны располагаются у нас во вкладке конструкция зона но для тех кто пытался поставить зону автоматизированным методом у того возникало вот такое обозначение давайте разберемся с категориями первоначально что мне необходимо сделать зайти в параметры реквизиты элементов категории зон вы можете увидеть то что категория зон отображается у вас либо таким образом либо гостовское обозначение полы которые было отображается таким образом нет не нужно мне нужно только нумерацию моих помещений что я сделаю я сделаю новую на основе кода подкатегории гост пускай у меня будет номер помещения площадь программа тоже будет рассчитывать мы и вынесем просто в табличную форму значения если кому-то будет интересно как отредактировать полностью табличную форму чтобы она была представлена тем видом которым необходим напишите в комментарии пакей паспорт зоны мы выбираем в паспорте зоны чисто маркировка помещения окей что я делаю теперь буду расставлять основные свои зоны первоначально у нас с вами есть слой в котором будет располагаться наша зона программа и определяет как элемент модели зоны дальше способы построения зоны первые два абсолютно одинаковые с тем что мы с вами делали по . можно обчертить все помещение через прямоугольники можно сделать через две точки либо через три построить прямоугольник и самое интересное это автоматизированный метод по внешней внешне по внутренней границе наших стен а и также есть возможность определения площадей по сердцевине основного несущего элемента я буду строить по внутренней границе автоматизированным методом чтобы каждое помещение менее обчерчивать я если что-то пойдет не так мы это перестроим имя помещения зона номер помещения пока сюда не смотрим добавляем категорию нашей зоны то что мы с вами создали эти горизон вопрос откуда я взял ту категорию который добавлял только что недавно она у вас стандартной библиотеки должна быть просто не все об этом знают следующие связанные уровни понятно с первого этажа на второй верх-низ если необходимо сместить принципе точно также работает и толщина пола зоны только если я просто ставлю смещение связанных этажах а они за верхом в меня в таблице в табличном значении расчета площади не будет он отображаться а если я поставлю толщину пола в зоне в дальнейшем при выводе если необходимо на этаже показать не только номер помещение площади толщину пола то соответственно толщина пола будет отображаться у которой вы зададите выше паспорт пера мы сейчас с вами настроим также как все остальные параметры что мы делаем теперь во первых но сначала давайте два раза нажмем левой клавишей мыши по пространству первое нажатие это активация привязки откуда будет ставится наша зона второе нажатие это появится номер нашего будущего помещения таким образом двойным нажатием я могу расставить все элементы абсолютно за одну увижу где у меня что выполнено неверно они верно у меня выполнено сопряжение стен на плане первого этажа давайте отредактируем и и для этого я подсвечу стенку и воспользуюсь функции пересечь забыл два элемента нужно пересечь клавишей тап найду помещение где у нас некорректно была отображена зона и подкорректирую его теперь отображается все корректно если бы я хотел помещение определить вручным методом я бы построил функцию способ построения вручную поле линий и стал бы определять основные точки дайте я покажу на примере и стал бы обчерчивать основные точки по контуру но я этого делать не буду что мы сделаем теперь выделю номер помещения но на самом деле можно было через найти и выбрать мы с вами на тип элемента вы задали и определили но с этой функции будем работать позднее мы сейчас с вами добавим все наши площади вручную без клавишу так и зайду в параметры захожу в параметры зоны и что мне необходимо толщину пера я определяю но вы с толщиной думаю что уже разберетесь на данный момент я выбираю цвет пера который мне будет необходим вы можете уже настроить тот который вам нужен я толщину пера выберу 0 5 миллиметров следующее что план этажа пускай меня он будет заштрихован и штриховка будет выбрана белого цвета стиль паспорта шрифт мой я буду использовать из акпиур вы можете использовать гостовский шрифта что вам понадобится высота текста два с половиной миллиметра номер в круге радиус круга определяется автоматически либо могу задать его вручную все остальное я пока не трогаю все остальные элементы меня не интересует теперь что мы с вами делаем номер нашего помещения если есть большое желание можно каждый отдельный элемент в зоне назначить ему цвет собственноручно и выбрать разбить помещение по необходимым зонам часа не штриховку выберу а выберу закраску фона самый штрихов ковра но вы сможете это вручную задать я люблю работать чтобы у меня все было на белом фоне если я очень захочу зонирование сделать я его сделаю итак пойдем по номеру я могу заходить каждый раз в параметры и вбивать в имени номер помещения а могу при подсветке элемента ставить его нумерацию и имя данной зоны в параметре все выделю а он меня уже подсвечен имя зоны пускай это будет у меня тамбур тамбур номер помещения 1 следующий у меня будет санузел опять же через тап его нахожу санузел пойду по часовой стрелке 2 ленивым методом все вручную кухня 3 это кладовка либо техническое помещение 4 я местами перекрыл 4 и 4 кладовка кухня 3 гараж 5 гостиная 6 окей что мы с вами сделаем далее на плане второго этажа мы с вами проделаем все аналогичным методом если у вас есть большое желание передвинуть контур вашего обозначения с маркировкой помещений можете это сделать план второго этажа создается аналогичным методом зонам производит первоначальную настройку либо я мог скопировать данные с первого моего этажа два с половиной окей и пойдем здесь у меня будет либо сквозная нумерация идет с первого этажа тогда мы продолжаем нумерацию здесь либо если разделять план первые план второго этажа тогда мы должны приписывать дополнительные обозначения 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 я сделаю сквозную там у меня насколько помню перейду на план первого этажа шестая седьмая пойдет седьмое помещение 7 пускай это будет гостевая опять перепутал гостевая 7 санузел 8 9 как бы назвать данное помещение наверное пускай у меня будет еще одна гостиная чтобы сейчас время не тратить и 10 спальня то что касается 9 нашего помещения мне необходимо его отредактировать по простой причине контур основной части моего помещения не совсем корректно выбран потому что у меня проходит лестница и мне необходимо по контуру лестницы добавить еще дополнительные точки что я ставлю 1 2 3 ну и мечта перфекциониста точку отредактируем идем чисто по контуру нашего перекрытия все мы с вами расставили основные помещения вспоминаем что если нумерация не сквозная то у нас должно идти 1 1 1 2 1 3 для плана первого этажа 2 1 2 2 2 3 для второго этажа я делал просто сквозную нумерацию теперь создаем табличное значение и выносим площади само табличное значение экспликации по первому этажу создается автоматически программой вам нужно зайти в элементы и нас интересует экспликация первого этажа два раза нажимаю левой клавишей мыши по ней я уже вижу оформление данной экспликации стиль текста я меняю чтобы был единый по всему моему проекту дальше можно произвести настройки так как вы посчитаете нужным как сделать экспликацию для второго этажа мы дальнейшем будем выносить все это дело на листы правой кнопкой мыши по экспликации первого этажа мы с вами будем создавать новый каталог так как у нас было зажатие правой кнопки мыши по экспликации первого этажа программа у меня спросит новая схема либо дублируйте ее дублируем и это будет экспликация помещение второй этаж окей окей у меня появилась экспликация помещений по плану моего второго этажа с обозначением тех типов помещений которые я задал ну либо вы задали автоматически в зависимости от библиотеки которую вы использовали последнее что скажу пока еще не убежал во первых можно отредактировать чтобы у меня в кружке было обозначение только номера и площади если очень большое желание есть ну и точнее кружочек чтобы ушел я выделяю помещение свое я захожу в настройки параметров что меня интересует специальные параметры паспорта специальных параметрах паспорта у вас в библиотеках в зависимости от того какие вообще библиотеки вы используете может с работы какие-то подгрузили и так далее будут дополнительные настройки по изменению и в том числе и графическому представлению элементов которые есть в библиотеке загруженную по сути дела компонента это что-то наподобие семейств в рэйвити для тех кто работал с рэйвитом будет полезно для тех кто еще не работал и только слышал у нас с вами целый плейлист который сверху появится по обучению полностью в рэйвити от и до уже он давно готов так вот тип маркировки элементов номер в круге я меняю на обозначение номера и площади и у меня у помещения появляется номер и обозначение его площади ну вот как то так если вам нравятся мои видео уроки вы знаете что нужно делать у нас с вами будет небольшой марафон по архикаду и потом будем постепенно изучать что-то новое не забывайте подписываться чтобы не пропустить информацию а колокольчик поможет вам не забыть всего доброго скоро увидимся а и Продолжение следует...